Симптомы, которые сопровождают дефицит йода, можно легко сплотать с реакцией организма на высокие нагрузки во время учебного периода. Поэтому крайне важно обеспечить ребенку своевременную профилактику йода-дефицита. Например, мы ругаем ребенка за то, что он двоечник. На самом деле нужно проверить у него щитовидную железу. Может быть, он не виноват, то есть он не тянет, не потому что он ленивый, а потому что ему не хватает этого йода. Специалисты клиники Oxford Medical предупреждают, помимо снижения активности, йода-дефицит у детей может вызвать частые простудные заболевания. Никто не догадается проверить их щитовидную железу, может быть, он действительно увеличен. Стоит проверить работу щитовидной железы, потому что гормоны, тиреоидные гормоны, они влияют на весь организм. Врачи уточняют, детям в сутки нужно 90 микрограммов йода. Именно такое количество содержится в одной таблетке препарата Йосен – специальной серии для детей. Должен поступать йод из ней в виде таблетированных препаратов, четко дозируемых. Лучше, конечно, когда есть сразу два микроэлемента, потому что дети не любят пить несколько таблеток. Как правило, это в лучшем случае, если ты заставишь ребенка, будет все же хорошо. Если там есть йод и селен, это вообще прекрасно. Перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова